Самый радикальный способ бороться с плохой парковкой придумали жители микрорайона Привововский. Здесь автомобиль просто перевернули. Двигатель, глушитель. По этой машине можно обучать людей в автошколе. Жаль только, что находится она на детской площадке. Как это произошло, никто не видел. Жители говорят, что дело было прошлой осенью, ночью. А хозяин автомобиля никак на это не реагирует. Да вот, вообще, от пятого этажа что-то. Даже без понятия. Что-то тут какая-то буза у них была, не знаю. Кто-то перевернул ее просто. Такого, конечно, нигде не должно быть. И не понимаю, почему ее даже хотя бы просто нормально, опять божеский вид-то не сделать. Почему не перернуть на колеса? Очень хотелось бы, чтобы эту достопримечательность убрали. Потому что это все-таки детская площадка. И дети, мне объяснишь, что нельзя залазить на этот автомобиль. Они залазят, играют. Ну, вдруг что-то случится. На машине нет номеров, большинство стекол разбито, боковые зеркала также сломаны. Целых фар на автомобиле практически не осталось. Неизвестно, есть ли бензин в баке. В таком состоянии машина лежит около полугода. И, как говорят жители службы, на это не реагируют. Хозяин как-то никак не реагирует, ничего не предпринимает. Приходил наряд милиции, посмотрел на это все дело, записал номера и ушел. Перевернутую машину можно смело отнести к категории брошенных, или, как их еще называют, подснежников. Правда, этот самый необычный. Брошенными автомобилями занимаются или сотрудники ГИБДД, или префектуры. Первые могут эвакуировать автомобиль с улицы, если тот нарушает правила дорожного движения. То есть, не там припаркован. Если автомобиль разукомплектован, но не нарушает правил, то сотрудники госавтоинспекции не вправе его эвакуировать. Автомобилями во дворах занимается уже префектура. Но и здесь есть исключения. Не все автомобили можно убрать. 25 марта на заседании комитета городской думы по ЖКХ один из депутатов предложил и вовсе убрать бесхозные автомобили из дворов. Чиновники думают разработать и опробовать новый механизм в рамках стартовавшего месячника благоустройства. Для этого нужно собрать всю информацию о брошенных машинах и передать их в соответствующие службы. В настоящий момент это всего лишь проект на стадии обсуждения. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.